Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. На данном видео я вам расскажу, что из себя представляет влагозащищенность на айфоне 7. Данный айфон 7 пользовался под дождем, то есть на него попала дождевая вода, он проработал около недели и отключился. До этого аппарат не вскрывался, то есть он был влагозащищенный и герметичный. Но при вскрытии аппарата была обнаружена сильная коррозия на динамике, верхнем шлифе, дисплейном модуле, на кнопке HOME, виброзвонке, а также сильная коррозия на печатной плате, в районе разъема верхнего шлифа. Следующий айфон 7 клиент погрузил в бассейн, после чего достал его, также он его заряжал, эксплуатировал около одного дня и после чего он не включился. У данного аппарата сильное попадание влаги у динамика, верхнего шлифа, кнопки HOME, на дисплейный модуль, на виброзвонок, нижний шлейф и на печатную плату. Данный аппарат также не включается. Сейчас я вам покажу все это вблизи. Вот вы можете видеть коррозию на первом аппарате, который попал под дождь. Сильная коррозия на динамике и верхнем шлифе. Индикатор влаги красный. Вот вы можете видеть коррозию в районе виброзвонка. Коррозия на корпусе с внутренней части. Коррозия на разъемах. Это уже следующий айфон, который погрузили в воду. Сильная коррозия на динамике. Коррозия у кнопки HOME. Индикатор на дисплейный модуль красный. Сильная коррозия на внутренней части корпуса. Также индикатор красный. Коррозия у виброзвонка. Коррозия на разъемах. Также коррозия на камере. Подведем итог. Многие люди путают такие два понятия, как пыль и влага, защищенность и водонепроницаемость. Айфон 7 водопроницаемый. И соответственно, если на него попадет вода, то большая вероятность, что он выйдет из строя. Если у вас есть вопросы, пишите нам, либо звоните. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok